МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу Пульс города в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Самая вкусная, творческая и востребованная работа, где и как куют кадры для предприятий общественного питания. Дорогу на улице Первомайская перекроют. В железнодорожном микрорайоне продолжаются мероприятия по замене сетей водоснабжения и водоотведения. Несмотря на холода, подрядчики планируют произвести еще довольно большой объем работ на Кировской, Спеково и Фрунзе. Средства позволяют, работы ведутся. Минувшим летом, благодаря солидной финансовой помощи из области в Кандалакше произведена масштабная реконструкция аварийных и пришедших в негодность участков сетей водоснабжения и водоотведения. Где проводились ремонты, становится понятно сразу. Тротуары в железнодорожном микрорайоне на Кировской, Спеково, Советской перекопаны. В большинстве случаев до сих пор не приведены в первозданный вид. Кое-где дорожки не восстанавливают вполне осознанно. В других случаях ремонт полотна отложили до весны. Грунт они еще не закапывали, потому что в данном случае необходимо посмотреть, как поведут себя трассы. Дело в том, что мы поменяли там порядка 750 метров. И единственное, где закопали сейчас, Советская-2, вот на этом углу они закопали, там асфальт не трогали. Перекопы, которые были не на асфальте, это вот у 12-го дома. Работы там будут продолжаться, поэтому мы сейчас пока не дергаем подрядчиков. Спеково-18 на сегодняшний день закапано. Значит, подрядчик дает гарантийное обязательство, что он там восстановит покрытие. Там было бетонное покрытие, там асфальт очень тонкий был, в основном бетонное покрытие плиту уложили, вроде бы, более-менее. Но необходимо, если с асфальтом сейчас не получится, то в данном случае, наверное, будет гарантийное обязательство взять из подрядчика, чтобы эти работы восстановились в следующем году. Это только с укладкой асфальта решено потерпеть до тепла. Ремонт сети будет продолжен и в морозы. Так, уже сейчас на средства местного бюджета восстанавливаются участки труб на Кировской, 17 и в военном городке. В результате, буквально в ближайшее время коммунальные проблемы жителей сразу нескольких многоэтажек будут решены. Мы решили, что необходимо было поменять. Значит, утечка, которая была достаточно, крупная утечка между фрунзе 32 и 34. Там было порядка 30 метров необходимо было поменять трубы, мы поменяли больше. Кроме этого, была достаточно большая утечка на фрунзе 9, на вводе в дом. Мы тоже данную утечку ликвидировали. И на сегодняшний день сейчас идут подготовительные работы для того, чтобы поменять ввод в дом на Кировской, 17. Помимо этого, в рамках подготовки к зиме Министерство ЖКХ Мурманской области выделило нашему городу дополнительное финансирование. Деньги решено было направить на выполнение работ по замене ввода в дом 27А по улице Кировская и 13 канализационных колодцев в железнодорожном микрорайоне. Его ждали, к нему готовились ровно 70 лет назад, 22 октября на Кольском полуострове. Произошло важное историческое событие. Заполярье было полностью освобождено от фашистских захватчиков. Битва за Кольский Север за ворота в Арктику стала одним из важнейших этапов Великой Отечественной войны. Планы гитлеровских войск потерпели крах с самого начала. Благодаря мужеству советских воинов, героизму трудящихся тыла уже осенью 1941 года, вражеское наступление провалилось. А начиная с 1942-го линия фронта была неизменной. Враг так и не смог дойти до Мурманска. Нацистам не помогли ни возведенные укрепления, ни жестокие авианалеты. Ничто не смогло сломить мужество северян. В октябре 1944 года советские войска перешли в наступление. Выбили захватчиков с нашей территории и освободили советскую землю. Первомайскую перекроют сегодня с 10 часов вечера и до окончания ремонтных работ. Центральная улица нашего города будет закрыта. Ограничения вводятся на участке от 79-го дома по улице Первомайская до железнодорожной бани. Автовладельцев просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов. Ну а далее в нашей программе коротко о других заметных событиях. Мост через реку Нива приведут в порядок. Правда, в будущем году проектно-сметная документация на выполнение работ по устранению дефектов уже составлена, сообщает прислужба районной администрации. Средства на ремонт планируется заложить в бюджете района на 2015 год. Кроме того, в настоящее время специалистами ООО «Транстрой» демонтированы три оборванных тяги для ремонта и последующей установки. Автоинспекторы объявили охоту на водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В Кандалакшском районе проводится акция «Сообщи о нетрезвом водителе». Граждан просят оказать содействие стражам порядка. Увидели водителя, садящегося за руль пьяным, звоните в дежурную часть полиции 94545 или по телефону доверия 96225. Продолжается формирование регионального правительства. Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун назначила министра образования, министра труда и социального развития, министра здравоохранения. Эти посты займут Наталья Карпенко, Сергей Мякишев и Валерий Перетрухин соответственно. Федеральная служба судебных приставов запустила новое игровое приложение «Попробуй сыграть за пристава». Оно уже доступно на сайте службы. Теперь каждый житель нашей страны может на себе почувствовать, каков труд судебных приставов исполнителей. Игроку предстоит возбуждать исполнительные производства, направлять запросы и объявлять в розыск должников, ограничивать их выезд за рубеж, а также рассматривать обращения граждан и выходить в адрес с целью взыскания долгов. В Кандалакшской районной ветеринарной станции завершены ремонтные работы. Этой осенью в клинике для четвероногих приведены в порядок комната отдыха и приема животных, санузел, холл, кабинеты для УЗИ исследований и проведения вакцинации. При этом были использованы современные материалы, которые преобразили ветеринарную клинику и сделали ее комфортной для посетителей. В будущем году работы по реконструкции станции будут продолжены, одновременно с этим запланировано приобретение нового оборудования. Старая русская пословица гласит «Добрый повар стоит доктора». Действительно, повару, как и врачу, нельзя быть равнодушным. Ведь от того, как накормить человека, зависит его здоровье, настроение и, что не менее, важна производительность труда. Профессия повара – одна из самых популярных и востребованных, где и как куют кадры для кандалакшских столовых, ресторанов и кафе. Смотрите далее. На производственной базе Кандалакшского индустриального колледжа с раннего утра кипит работа. У студентов второго курса практические занятия. Будущие кондитеры колдуют над тестом. Сегодня у них зачет по выпечке из добы. Повара готовят первые и вторые блюда – вареники, котлеты, гарнир. Знания, полученные в ходе лекции, молодые люди теперь применяют на кухне колледжа. Хотя, по признанию некоторых студентов, чтобы не оплошать в аудитории, кулинарией занимаются еще и дома дополнительно. Приготовить что-то на скорую руку наверняка сможет каждый. Профессионалы подходят к процессу основательно. Настоящий повар должен обладать солидным багажом знаний, уметь отбирать только качественные продукты, составлять меню, оригинально оформлять блюда, сервировать стол. Только в этом случае он сможет стать отменным специалистом. Так как у них второй курс, подготовка у них уже есть. И они уже по своей профессии много что знают. У них производственное обучение. Был первый курс. И сейчас они уже, ну, многие предприятия города, не только Кандалакши, но и Полярной Зори, работодатели уже заинтересованы, чтобы они приходили к ним на практике. Летом 2015-го эти ребята покинут учебное заведение и начнут трудиться по специальности. Студенты уверены, проблем с трудоустройством не будет. Профессия повара сейчас одна из востребованных. Это во многом и определило выбор девушек и молодых людей, когда они еще только поступали в колледж. Я выбрал эту профессию, потому что она очень востребована на рынке труда, потому что люди всегда есть, хотят. То есть работа найдется все время. Я с детства люблю приготовить. У меня это очень хорошо получается. Конечно, все профессии нужны, все профессии важны. Но хороший повар никогда без работы не останется. Понимают это и руководство индустриального колледжа, а потому стремятся развить это направление. Педагоги постоянно повышают квалификацию, обновляется оборудование, расширяется перечень оказываемых образовательных услуг. В планах открыть группу по подготовке высококлассных специалистов в рамках программы «Технология продукции общественного питания». Предприимчивость – одна из основных черт русского характера. Новое поколение детей лейтенанта Шмидта подрастает и в нашем городе. Запросы ребят несколько скромнее, чем у героев романа «Золотой теленок». Сумма миллиончик еще не срывается с их губ и пока звучит довольно-таки просто. Ну да, и что тебе жалко, что ли? О юных попрошайках, обосновавшихся у крыльца ЗАГСа, наш следующий сюжет. Они приходят к ЗАГСу по субботам, как на работу, не пропускают ни одного свадебного кортежа. Если по какой-то причине в расписании актов бракосочетания появляется свободное окно, начинают переживать и нервничать. Справляются у служащих отдела, когда следующая запись. При этом на вопрос, с какой целью интересуетесь, отвечают просто – нас пригласили. Такая проблема существует у нас уже давно. Ну, года два так точно. Да, дети, несовершеннолетние дети, занимаются попрошайничеством. То есть они просят деньги у молодоженов. Очень много, конечно, детей из детской деревни. Вселых 15, причем девочки. Безостенчивость юных попрошаек поражает. Они не просто просят. За отдельную плату могут и стишок прочесть. А то, вспомнив русскую традицию, перегородить дорогу свадебному поезду до получения платы за проезд. За день в карманах подростков скапливается немалая сумма. Люди в счастье особенно щедры. На что уходят эти деньги? Знают ли родители о дополнительных доходах детей? Не использует ли кто-то взрослый ребят в своих корыстных целях? Вопросы без ответов. Для того, чтобы избавиться от нежелательных свадебных гостей, руководство ЗАГСа неоднократно обращалось в инстанции, призванной заниматься детьми. Я, конечно, с моей стороны обращалась и в отдел по охране прав детства, обращалась в комиссию по делам несовершеннолетних администрации Кандалакшского района. Они, конечно, сразу реагируют, проводят какие-то профилактические меры, действия. И в субботу мы работаем очень хорошо. То есть их нет, они реагируют сразу. Но только одну субботу. Практически попрошайничество в нашей стране не наказуемо. В российском законодательстве слово «милостыня» вообще не прописано. Да и речь-то в нашем случае идет о несовершеннолетних детях. В России уже третье столетие борются с попрошайничеством. Однако результаты этой борьбы кандалакшане могут наблюдать в субботние рабочие часы ЗАГСа. Этот и другие наши сюжеты вы найдете ВКонтакте в нашей официальной группе. Она так и называется «Пульс города». Ну а я с вами на этом прощаюсь. Впереди рекламный блок и прогноз погоды. Мы с вами увидимся теперь только завтра. Смотрите нас в это же время. Всего вам доброго и до встречи.